Здравствуйте! И снова вы с компанией Геолекс и с Солярием Ричи Моретти. Мы с вами разобрались наконец-то с терминологией, с УФА, с УФБ и так далее. Теперь я хочу кое-что рассказать людям, которые страдают таким недугом, как псориаз. Значит, об этом заболевании никто ничего не знает. И даже в той же самой Санкт-Петербургской Академии тоже ни черта не знают. Никто не занимается этим вопросом. Там медики наши бегают с ПУВА-терапией, там какие-то химии вас кормят. Но все это на уровне бред сивы кобылы и эффект ноль. По поводу ПУВА-терапии. Помните, я говорю по поводу ПУВА, это значит вот эти присадки и УВА. Значит, ультрафиолет типа А. Мы с вами выяснили, что ультрафиолет типа А ни хрена ничего не помогает. И только, возможно, мутагенность у него какая-то высокая. А для того, чтобы он хоть как-то работал, у вас перед сеансом напичкают химию. Вы почитайте там о побочных эффектах этой химии. Потому что люди, когда выпивают эту дрянь, потом блюют, и там неизвестно, что происходит. И эффект какой-то нулевой. Поэтому вот Сольгренская Академия и дала термин УВБ-терапия. Вот тут вот как раз вот есть эффект. Значит, мы с вами разобрались с термином МЭД. Это минимальная эритемная доза. Значит, вы выходите в солярии, берете 6 минут. Если МЭД на 6 минутах не проявляется вообще, этот солярий забудьте. Потому что вам надо будет загорать на дозах больше, чем МЭД, вот эта минимальная эритемная доза. Следовательно, ищите солярий, где МЭД ваше будет, ну хотя бы там 4-5 минут. После того, как вы определили, что действительно этот солярий вам дает эритему на 5-4 минуте, вы туда начинаете ходить, прибавляя минуту. Каждый раз. Значит, ходите через день, потому что это круговой солярий. В Речи-Моретти можно ходить каждый день, потому что вы там загораете то лицом, то спиной. Поэтому здесь ограничения через день не действуют. Значит, теперь, вы увеличиваете, я тогда сказал, удваиваете эритемную дозу, но это не по времени удваиваете, по потоку ультрафиолета. Определить удвоение очень сложно, поэтому я вам говорю так. Минималка, вот эта эритемная доза, плюс минута. Вечером проверка на пантенол-тест. Это когда пшикнули, если жжения нет, дальше минуту прибавляем. Как только жжение пошло от пантенола, всё, значит, следующий сеанс от той минут, от тех минут, на которых жжение получилось, ну, например, десятая минута, сразу минуту убираем. И следующий сеанс будет девять минут, но только после того, как тест на пантенол, то есть пантенол перестанет жечь. То есть, возможно, будет перерыв день, два, три, возможно. Но вам нужно, чтобы кожа восстановилась. Наша задача не сжечь кожу, а вызвать выработку меланина. Понятно, да? То есть, наша задача не уродовать себя, а лечить, по крайней мере. Я почему на этом акцентирую внимание, потому что наш русский человек, если в баню идёт, то 120 градусов, если, блин, с горы прыгает, то без лыжа, без парашюта. Поэтому, ребята, относитесь к своему здоровью с головой. И не надо бросаться в прорубь, если у вас температура 40, несмотря на то, что крещенские морозы, и надо это сделать. Вот. Так что, мои дорогие, самый лучший вариант, конечно же, солярий Рич Моретти. Почему? Потому что у нас там UVB пятёрка. И там вы точно получите минимальную эритемную дозу где-нибудь в зоне 4 минут, а на шестёрке вы сможете спокойно работать. В других соляриях вы минималку получите, скорее всего, там на 6-7 минуте, и вам придётся загорать 10 минут. Помните, больше 10 минут не загорайте. Вы находитесь в солярии, в кабине в этой. Помимо UVB вас облучает UVA безумный поток. Если UVB там 3,5%, вот максимум, что может быть в круговых соляриях, то остальное UVA, понимаете, да? А мы выяснили, что с UVA надо аккуратней. Поэтому больше 10 минут не берите сеанс. Это бессмысленно. Значит, если, ребята, у вас есть деньги, купите солярий себе домой. Вот наш. Не другой, а наш. У нас замена ламп стоит 15-ку. Если вы бэушный солярий за 20 тысяч купите, там 48 ламп, 70 тысяч замена ламп нормальных. А хреновых ламп всё равно будет 50 тысяч стоить минимум. И плюс ещё электричество он будет жрать безумно, 10 киловатт. Вот. Это реклама Ричи Моретти, но она правильная реклама, вы поймите меня. Вот. Теперь я должен обратиться к медицинским центрам. Вот в вашей зоне, в микрорайоне, порядка 100 тысяч человек. Ну, в среднем по Москве. Если в Москве там 10, а то и 15 миллионов с приезжими. Из них 2-5 процентов страдают псориазом. Вы понимаете, что эти люди просто требуют к себе внимания. А вы их по ВА терапии мучаете. Они к вам не ходят, потому что после этих химий они блюют. Понимаете? Вот о чём речь. Они лучше поедут в Таиланд, там обжарятся. Но там нельзя ни минимальную дозу выставить, ничего. Бегаешь под солнцем, как идиот. И, ну, правда, вода солёная тоже неплохо, соляные ванны. Поэтому, ребятки мои дорогие, я имею в виду главные врачи клиник, особенно коммерческих. Вы всё ждёте клиента, который вам миллион отвалит за что-то. Ребята, возьмите миллион клиентов по 100 рублей. Значит, купите солярий Ричи Моретти, поставьте его и сделайте сеанс вне зависимости от минут. 100 рублей. А для того, чтобы вы поняли, о чём идёт речь, если 100 тысяч человек у вас в районе, жителей, то 2-5 процентов, это вот Сальгрильская Академия по шведам говорит, у нас, я боюсь, больше. До 5 процентов больных с рязвом в той или иной степени. Значит, это порядка 2 тысяч-5 тысяч человек. Вы понимаете, что если 5 тысяч возьмут по одному сеансу по 100 рублей, вы полмиллиона сразу заработали. Вот они, деньги-то. А вы всё же, как стоматологи, пришёл там, зубки почистишь, 10 пломб поставили, понятно, да, и ушёл там, 200 тысяч заплатил, а ничего не сделали. Так, зубки почистили. Так вот, хватит этой херни, заниматься ерунгистикой. Значит, извольте купить солярий, поставить, и люди к вам будут ходить. А вы, товарищи больные с рязами, требуйте от медицинских центров, чтобы вам предоставили ЮВИБИ-терапию. И ссылайтесь на Сальгренскую Академию. Потому что, ну как можно, люди гниют заживо. Руку протянули. Я работал с человеком, у которого был псориаз. Он каждый раз, куда они приходят, объясняет, ой, ребята, у меня вот всё нормально, это псориаз, это не заразно. Ну вы представляете, как жить этому человеку. У него на лице, чёрт-и-что, на руках, чёрт-и-что. А после ЮВИБИ-терапии он хоть приходит в какую-то норму, ну хоть на человека становится похож. Он вздохнуть, он может к девушке подойти и сказать привет. А вот в таком виде, в каком он сейчас ходит, он так скажет привет, она как-то часанёт от него, и не поймаешь. Спасибо за внимание. Удачи вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok